Друзья, регулярно встречаться с цифровой историей можно не только в сети, но и на экскурсиях. На пешеходных и теплоходных лекциях в Санкт-Петербурге я, Игорь Яковлев, расскажу вам немало увлекательных исторических сюжетов прямо на местах событий и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Актуальное расписание в описании. Друзья мои, ну а теперь мы вновь возвращаемся к нашим сюжетным историям, и следующий жанр — это роман «Плаща и шпаги», и я приглашаю на сцену Бориса Григорьевича Кипница, того самого человека. Борис Григорьевич задерживается, пока он собирается с мыслями. Вы недостаточно громко аплодировали. Продолжайте, продолжайте. Я вчера рассказал новогоднюю историю о том, что 31 декабря я зашел в кафе попить чайку, неожиданно в заведении появился молодой человек, который явно меня узнал, подошел ко мне, сказал «Здравствуйте, вы…» Я так расползался в улыбке, думаю, да, это я, да, да, да. А он говорит «Вы знакомая Бориса Григорьевича Кипница?» Это говорит только о том, что слава моя распространялась уже за пределы вселенной. Нет, это говорит о том, что я хороший продюсер. Не сомневаюсь. Вот. Ну, в общем, друзья мои, раз на сцене появился наш Борис Григорьевич, то мне здесь больше делать нечего, я пошел. Как? А с кем же я буду пикироваться? Ну, вы сначала расскажите, я выйду и будем пикироваться. Отлично. История эта началась 19 июля по старому стилю 1761 года в городке Барштейн, в Померании. Посреди собственного корпуса легких войск в собственном штабе генерал-майор и кавалер граф Тоттлебен был арестован собственным начальником штаба подполковником Федором Ашем с согласия командиров полков оного легкого корпуса. Да. Ну, согласитесь, такие истории бывают нечасто. По обвинению в сношениях изменнических с неприятелем. Особенно пикантно было, что оба немцы являлись офицерами русской службы. И шла семилетняя война. Как же Готтоп Карл Генрих фон Тоттлебен дошел до жизни такой? Это очень интересно. Родился он 21 декабря 1715 года от воплощения Господня Иисуса нашего Христа в Тюринге от благородных родителей баронского звания. И первые 14 лет ничем не отличался от своих сверстников по возрасту, полу и происхождению. Потом был взят ко двору саксонского курфюрста Фридриха Августа, одновременно короля Польска Августа Третьего. Большого балбеса и совершенно бездарной личности. Пожем и очень удачно стал делать карьеру. В 27 лет он был уже коммергером и юстицией советником двора. Не дожив до 30-ти стал графом. Был выгодно женат. И вроде бы жизнь шла хорошо. Тут наш герой попался на взятках. Закрутился процесс. Ну, он решил, почему-то, я не знаю, не дожидаться конца следствия и покинул благодатную землю Саксонии. Как оказалось, навсегда. После чего, какое-то время промыкавшись по территории Германской империи, тогда еще Священной Римской, но не найдя себе нигде места, отправился в славную Голландскую республику, где сумел стать командиром полка, благо шла уже война за австрийское наследство, и можно было отличиться, вообще подзаработать. Но почему-то наш граф не стал рваться на фронт, тем более через полтора года война кончилась. Ну, короче говоря, порох он не понюхал. Но, очевидно, нажил такие хорошие связи, что вышел в отставку с сохранением жалования. Что для офицера и командира полка, не бывавшего на театре военных действий, довольно странно. К этому времени уже он был дважды женат и дважды, к счастью для себя, стал вдовцом. По той причине, что в Голландии наш граф развернулся, как и положено было, человеку эпохи Рококо, не только на светском, но и на гламурно-амурном фронте. Очевидно, внешность его производила хорошее впечатление на тамошних дам, девушек и, не побоюсь этого слова сказать, девиц. Потому что венцом его карьеры в Голландии было то, что он влюбил в себя и совратил 15-летнюю Марию Петронеллу Гратьен Виктор, наследницу миллионного состояния. Учитесь, молодые люди, как надо делать карьеру. Родственники, почему-то, я вообще не могу их понять, были недовольны и обратились в полицию, которая попыталась нашего героя арестовать. Безуспешно, подхватив Марию Петронеллу под мышку, вместе с ценной суммой денег, он покинул гостеприимную голландскую землю. И вот тут у него впервые проявились задатки настоящего кавалерийского партизанского командира, каковым он и был потом в Семилетнюю войну. Убегая от полиции, он ухитрился переправиться через Рейн четырежды, заметая следы. И таки действительно голландская полиция, очевидно, не имевшая сама посевоенного опыта, потеряла графа. После чего побеглый граф, опять попутешествовав с драгоценной добычей по Германии, прибыл в славное королевство Прусское. И 1 мая 1751 года подал прошение о приеме к прусскому двору. Вы не поверите, его приняли. И он пребывал в славном Берлине аж целых четыре года. И очень понравился берлинскому обществу, был хорошо принят при дворе. Но вся беда была в том, что граф наш был неуемного характера, о котором портрет, в общем, не дает, на самом деле, прямого представления. И он снова пустился уже на стогных и площадях Берлина во все тяжкие. Жена же, юная, за это время успела превратиться в молодую женщину, которая это все стала надоедать. И в основном, где то, ну, очевидно, славные гугенотско-голландские корни сыграли тут непосреднюю роль, что он транжирил миллионные ее приданные. Очень успешно. И она подала на развод. Скандал был выше креста главного берлинского храма, потому что ни та, ни другая сторона не стеснялась в обличении. А граф был еще очень скор на руку. Вообще, злые языки рассказывали, что первая его жена умерла от побоев. Правда, доказать было невозможно. Короче говоря, берлинский двор, как всякий нормальный, узкий круг со сладострастьем стал вникать в подробности супружеских дрязг. Татлебен, которому это все не понравилось почему-то, стал говорить все, что он думает о дворе и поименном. Тут взбеленился король Фридрих II, знаменитый впоследствии, уже тогда небезызвестный. Судя по всему, можем мы предполагать, наш граф задел саму королеву, который, ну, как бы по должности полагал сблюсти моральный облик двора, а у короля с супругой были очень трудные отношения, и он, так он с ней жить не мог никак, то он очень старался, чтобы ее респект был очень высок. По этой причине наш граф вылетел из Парижа в 24 часа без права когда-либо возвращаться в Пруссию, от слова никогда. Это был 1755 год. Надо было все начинать сначала. Жена с ним развелась, деньги остались у нее. Ну, куды бедному графу податься, где голову преклонить, но верхним чутьем. Это отличает любого нормального мантюриста от всех нас с вами вместе взятых, тихих, спокойных обывателей. Он почувствовал, что в воздухе воняет порохом, что приближается огромная европейская война, и вот здесь можно плавить рыбу в мутной воде легко. Сразу закинув несколько удочек, поэтому он подался в Вену к врагам Фридриха и предложил себя и свои умения, навыки в обмен на жалкое звание генерала австрийской армии. Ах, Вене. Эти нудные методисты Гофриксрата. Подобных людей, да еще со стороны, да еще с подмощенной репутацией, его не взяли. И он отправился снова в Голландию, где его почему-то полиции не стало хватать. Может быть, у них уже срок давности истек к этому времени. Разобравшись с ситуацией в Амстердаме, он взял осаду, перемежающуюся с приступами русского посла, графа Головкина. Каковой не выдержал этого бурного натиска и дал ему рекомендательное письмо в Петербург, куда наш граф И.У. был в конце 56-го, либо в начале 57-го года. Явившись на берега Невы, он снова начал развивать бурную деятельность. Правда, тут информация расходится, потому что его немецкий биограф, очевидно, со слов графа все писавший, утверждал, что тот Лебен сразу получил генерал-майорское звание и разрешение навербовать 12-тысячный легкий корпус. В России это физически невозможно, потому что легкий корпус, в общем, должен состоять из нормальных людей, то есть казаков, донских, уральских, калмыков, башкиров и немножко гусаров. Но кто ж ему даст вербовать такое войско? Поэтому, скорее всего, взяли все-таки нашего бодрого графа, волонтера, добровольца. После этого всплывает он в 1758 году отлично характеризованный генерал-майором Пальменбахом. Вообще на русскую службу, по-моему, половина генералов были немцы, полковников тоже. Дальше уже начинались русские имена чаще. За его отличной командой легкими частями при осаде Кольберга, польский колобжек. Вот с этого момента на него действительно обратили внимание. И стали ему поручать все более и более крупные отряды действительно казаков и гусаров. Но звезда его по-настоящему взошла на следующий год, когда войска наши принял граф Петр Семенович Солтыков и уверенной рукой повел их навстречу Пальцикскому, а потом Куннерсдорфскому сражениям. В обоих этих битвах лихой кавалерийский начальник отличился при Куннерсдорфе. Он, впрочем, два раза был ранен. Один раз в голову сабли, потом в это же место ему влетел осколок разорвавшейся бомбы. Он остался в строю, покрыл себя славой. И вот теперь он получил таки чин генерал-майора и стал кавалером ордена Святые Равноапостольные Анны, тогда еще Галштинского. Каковую ленту вы там видели его на первоначальном портрете? Окей, я бы сказал, даже заргут. Все хорошо. Следующий, 1760 год, принес ему первый конфликт в рядах русской армии. Его живость и бодрость стали раздражать Велима Велимовича Феррмора. Ну, очевидно, английская кровь была более холодной, чем горячая, тюрингская. И он, в общем, отрешил тот Лябин, откомандован легкими войсками, на что граф немедленно заявил, что вы меня ответили. Это я подаю в отставку. И послал соответствующую бумагу в Петербург, где находился в этот момент Салтыков. Ведший переговор из конференции при высочайшем дворе. Нет, сказал Салтыков, я не позволю бросаться с такими командирами. Оставил его на месте. Компания 60-го года не задалась. Австрийцы не везли, не тянули. Салтыков считал, что он уже хорошо пролил русской крови в двух битвах при Пальцеге и Куннерсдорфе. И в третий раз за австрийцев работать не будет. В результате, казалось бы, ничем эта компания добрым и серьезно не завершится. Но стало известно, что король и брат его принц Генрих находятся вдали от Берлина, почему-то столицы королевства, и защищать ее почти что нечем и неким. Родилась гениальная мысль напасть на Берлин. Но это сегодня. Мы с вами сразу вспоминаем эпопею Озерова, берлинскую операцию, огромные массы войск. К этому времени австрийцы уже четырежды захватывали Берлин. Слупали с него контрибуции и быстро уходили. Ну так, на всякий случай. Наверное, у них была единственная кредития короля Фридриха. Не могли у него видеть. Покрывались пупырышками. Тот Левен, опережая австрийцев и даже свое непосредственное начальство, генерала Захар Григорьевича Чернышова, героя Цорндорфа, появился под Берлином Первым с горстью казаков и гусаров и потребовал, чтобы столица Прусси палок его ногам вот так вот сразу. Вы знаете, комендант Берлина, престарелый дедушка генерал Раух, вообще уже собирался сдаваться, либо эвакуироваться, но там находился на извлечении в Зейдлиц, там находился фельдмаршал 80-летний, но еще порох был в парохорницах Левольд, тот самый, которого разбили при Гросс-Егерсдорфе. Еще парочек и генералов сказали «Найн, найн, умпнохэнмаль, найн! Иг биндольшен зальдатен!» Берлин стал защищаться. Тот Левин не струсил, вот кем угодно трусом он не был, началась атака, их отбили. Тогда он уже понял, что вроде бы не получается наглую по-гусарски с наскока, причем это Фридрих Великий писал, что в переломе сражения гусары обязаны с присущим наглостью преследовать противника. Он отступил. Но тут подошел Захар Чернышов, подошел австрийец Лаудон, и понимая, что в этой ситуации теперь пруссаки точно уйдут, а слава может достаться другим, тот Левин, как истинный авантюрист, нахал и кавалерист, снова подступился к Берлину, потребовал сдачи. Очевидно, он сказал, что вы знаете, если вы не сдадитесь, то я впущу русских козаков. И хорватские пандуры, которые, как известно, у нас уже бывали в прошлом году, вам покажутся ангелами. О май гот, сказал магистрат и выдал ключи. Наша кавалерия вошла в Берлин. Ну, дальше, конечно, казаки и гусары, ну, немножко, ну, двумя руками, понятное дело, начали собирать добровольные дары населения. Ну, все-таки, 18-й век, ну, не звери же. Я в такой манере говорю, только для того, чтобы живее протекало. Обычно спокойнее, говорят все. Короче говоря, бедные берлинцы уже не знали, куда деваться. Если бы не купеческий старшина, Гацковский, это редкостный вообще, на самом деле, до своего времени человек, купец, миллионер, фабрикант, он разорился на спасении Берлина и берлинцев. Он явился в штаб-квартиру Тотлебена и сказал, что Берлин готов дать солдатам Тотлебена в подарок, как так говорили, на сладкое, 200 тысяч таллеров. Ну, давайте приведем все в порядок, сказал граф. Интересная мысль. Давайте. Гацковский выложил это из собственного кармана, с этого момента началось его разорение. Дальше Фермер, замечавший Салтыкова, в этот момент потребовал, чтобы берлинцы были наказаны на 2 миллиона с лишним. Чтобы были взорваны арсеналы, уничтожены все запасы вооружения, разбита вся фарфоровая мануфактура, которую Гацковский для Фрейда Хасугла сатарает, сатарает, сатарает. Гацковский опять бегал Котлебену, по-моему, 2-3 раза в день и упрашивал этого не делать. Короче говоря, контрибуцию понизили до миллиона, согласились принять четверть миллиона раз списками, еще 200 тысяч монеты, остальное, значит, заплатить потом. Но опять-таки, это 18 век. Такое было можно. Тут Фермер вспомнил о том, что берлинские газеты плохо пишут о русских войсках. Причем уже не первый год. И приказал, сначала хотел расстрелять, но потом вспомнил, что вообще на дворе просвещения, приказал выпороть редакторов газет. При этом предварительно сказав им, что их повесят. АПЛОДИСМЕНТЫ Гацковский опять побежал к тотлебену. Короче, когда их привели на плац для экзекуции, когда им сказали, что их будут пороть, они упали в обморок от счастья. Никто их пороть не стал, их ругательски разругали, как написано в документах, и отпустили, внушив, что сделают с ними, с их листками, и где будут использовать еще раз, если они себе что-то позволят. Пока все это происходило, за полтора дня стал появляться на горизонте король Фридрих с войсками. Тотлебен, как мудрый командир, тут же покинул Берлин, забрав деньги, расписки и некоторое количество финансистов в качестве залога. Гацковскому потом в Кёнигсберг приходилось ездить их выкупать. Как вы думаете, кто больше всех был недоволен нападением? Граф Чернышев. Без его приказа. А Тотлебен был нахал. Иногда мне нравится такая черта в людях. Он не стал скромничать и издал подробную реляцию о взятии Берлина в Варшаве, где назвал главным героем, конечно, себя. Скандал был. Чернышев исходил пеной, слюна летела в разные стороны и ничего сделать не смог. Значит, Тотлебен потом утверждал, что именно из-за этого ему не дали генерал-поручика и ордена святого благоверного князя Александра Невского вторую по значимости русскую награду тогда. А дали только благодарственную грамоту. И вот, как я понимаю, после этой берлинской эскопады король король Фридрих Великий решил, что пора побеглому саксонскому графу сделать укорот. Причем такой, чтобы он запомнил это до конца жизни. И вот дальше начинается вот та история, которая привела к аресту. вы не поверите, началась переписка между Тотлебеном и принцем Генрихом, правой рукой его августейшего брата, а потом и самим королем. А на счетах Тотлебена, как утверждало потом обвинение, в Гамбурге и в Данцеге нынешнем Гданске стали появляться очень интересные суммы денег. Ну вот Федор Федорович Аш, начальник штаба Тотлебена, был очень заинтересован, почему его начальство постоянно пишет в Гамбург и в Данцег. Причем напоминаю, Данцег и Гамбург это нейтральные города, это не Прусси никаким образом. А происходил сей бравый подполковник из очень интересной семьи Ашей. Они не были фонами в начале их карьеры. Прибыли из Тюринги во времена Петра Великого. И папа Федор Аш прославился как один из сотрудников Петра Великого, потом оберпатчмейстер. А вы знаете, чем занимался оберпатчмейстер тогда? славным славным искусством перлюстрации вскрытием писем. Причем про старика Аша рассказывали, что он так ловко вскрывал, а потом заклеивал, что не то, что печати были целы, волос, который обычно вставляется в таких случаях, остался тоже цел. За что Петр Великий очень высоко его ценил. Так что государь Петр Алексеевич это не только памятник на берегу него, это еще и прагматические государственные действия. Ну а что делать? Не мы плохие, жизнь такая. Вот как видно, сын пошел по стопам отца, но, собственно, в такой семье, в таком папе, трудно не унаследовать профессиональные навыки. Короче, он стал вскрывать письма своего начальства и ахнул. Он увидел там цифирь, а потом и ключ в коны. Быстренько расшифровал и перевод показал командирам полков, предложив арестовать. Изменник же, черт возьми. Ну, наши бодрые гусары и казаки, не очень сведущие в тонкостях штиля, прочли это все и сказали, твою мать, арестовать. Арестовали. Вот дальше началось самое интересное следствие. Значит, Готлебу Карлу Генриху предъявляют письмо, а он отвечает, а у меня есть разрешение от высшего начальства, я веду переписку секретную. А зачем вам, малоуважаемый генерал-майор, вести переписку с врагом? А я его хочу заманить, войти в доверие и заманить, и схватить, и этим войну закончить. Ну, когда его уже начали еще серьезней допрашивать, он признался, что у него был один мотив, вот примерно такой, какой сидит во втором ряду напротив меня. Сколько тебе лет? Вот. А его сыну было 13. Фридрих сообщил, что 13-летний сын ваш в моих руках, и уже служит рекрутом в одном из моих полков. А ежели вы, граф, не пойдете нам навстречу, то я отправлю этот полк под огонь. Ну, такие вот пироги с котятами. Да. Короче говоря, дело тянулось всю осень 1761 года. Кончилось все тем, что сначала румянца взял Кольберг, а через три недели приставилась матушка Елизавета Петровна. Надо сказать, что Петр Третий при всей своей прусофильской направленности никакого Татлебяна из-под следствия, из-под стражи не отпускал. И граф сидел весь 1762 год. И дело разбиралось уже в 63-м году матушкой Екатериной Ю. А Сенат осудил графа и генерал-майора и кавалера на смертную казнь. Я могу себе представить, что Фридрих был очень надоволен. Достал он графа наконец полностью и бесповоротно. если бы на этом все закончилось, это было бы даже неинтересно. Ибо это 18-й век, эпоха интереснейших авантюристов и изощреннейшей политики. Пиратрица помиловала Татлебяна. Более того, вот это самое интересное, ему выплатили жалование за те два месяца, которые он не получил до ареста и все, что ему полагалось под арестом и в тюрьме с вычетами на его содержание. И выгнала его из России к серым волкам в Германию. Иди! Более того, она даже вернула ему деньги в Гамбурге, в Данцеге, арестованные нашими генеральными консулами, заявив, что на эти деньги сие мы не корыстолюбивствуемся. Вот так вот. Привезли его под конвою шести солдат, которые несли его по жидке в двух каретах, судя по всему. Майора, прапорщика, майор был немецкий офицер, знал по-немецки и по-русски, и генерал-майор вообще надзирал за этим всем. И оставили его в Курлянской деревушке на границе без отставки. И отправился наш граф, опять мерить пространство Священной Римской империи, германской нации. Чем он там занимался несколько лет, мнение расходится. По оптимистической версии, жил в своих поместьях и не тужил. По реалистической, скрывался от кредиторов. Значит, выбирайте, что вам больше нравится. в 1767 году восстали конфедераты в Польше против политики Екатерины. Граф, узнав о всем, очень взбодрился, заинтересовался и стал собирать сведения о том, что творится в Речи Посполитой. Вначале, как истинно романтический человек, он хотел примкнуть к правому делу шляхтичей. Но потом в нем победил реалист и он пересек русскую границу, подав челобитну о том, что хочет снова в Россию. Корма уже здесь больно хорошая. Его поместили на Псковщине, в славном городке Острог, но не вострог, а на свободу. Определили ему по рублю в день прокорму, то есть 3,65 рубля, это была еще серебряная в год сумасшедшие деньги для честного русского человека. Можно было просто шиковать в Остроге и неплохо жить в Петербурге. А дальше начинается фантасмагория. В 1768 году султан Турецкий объявил России войну в защиту польских конфедератов. Нет, не потому, что он отказался от обрезания и крестился в католицизм, это большая европейская политика. И нам потребовались снова удалые генералы. Фронт развернулся на юге Украины, мы нацелились ударить по Крыму, мы нацелились ударить по Молдавии, и вот тут возникла идея протянуть руку помощи, как теперь обычно, нас сообщают в телеграм-канал, братскому, единоверному, грузинскому народу. Тем более, что царь Ираклий второй, картло-кохетинский, просто уже из шальвар выпрыгивал, прося этой самой руки. Так как персы с востока, турки с юга и запада, и вообще, дальше вот опять переходим на русский прикладной язык, полное причем. И что же вы думаете, генералу, майору, Тотлебену дали отряд пехоты, кавалерии и артиллерии. Друзья русской армии, встаньте, это был первый раз, когда регулярные войска России перешли Дарьяльское ущелье и вошли в Грузию. Встретили их там, как родных, и тут же решено было пойти на турок. И таки пошли. Но грузины Тотлебену не понравились, потому что они все ориенталисты, как он писал в своем донесении в Петербург. Граф, ну а кем могут быть еще грузины? Ну не вестернизаторами, это же понятно. Короче говоря, в решительный момент, посчитав, что турки сейчас божественную грузинскую армию в лапшу порубят, он пошел назад. Явился в Тбилиси и вступил в сговор с мятежными князьями, чтобы свалить Ираклия II, вообще надо сказать, в Грузии это было обычное дело, скучно быть простым грузинским князем, там князей, что собак нерезанных на самом деле. Титул есть, а деревня это еще вопрос. Поэтому бунтовать, это же святое дело. Ну что-нибудь оторвать удастся от царского домена, ну почти как шляхтищик в то время в Речи Посполитой. И он с ними значит сомкнулся, ну а как иначе. И уже они почти могли бы Грузию Картлакахетию захватить. Тут стало известно, что Ираклий разбил, таки турок над головой. Ах ты, мать честна, незадача какая. Ваше личное, это был сложный стратегический маневр, я вам сейчас все объясню. Не-не-не-не-не. В Петербурге объяснишь, а сейчас вот будь ласка, иди-ка ты в Эмеретью, завоюй-ка ты ее, а то они нам досаждают. Эмеретья это западная Грузия, вы не поверите, тот Лебен взял Кутаис. Второй город в Грузии сейчас. Тот Лебен осадил Поти, он к Черному морю вышел. Тут его отозвали в Петербург. Присвежало бы на него от офицеров его корпуса, от царя Ираклия, от всех уже. Не думайте, что это все так просто кончилось. Пока он ехал, это был 1771 год, мудрая Екатерина приняла решение. по прибытии в Петербург в сентябре месяце. Она приняла его в Зимнем дворце, возложила на него Александра Невскую кавалерию и вручила патент на чин генерал-поручика. Но как тонко это было сделано, среди придворных был вызван присутствовать герман-шеф, граф Захар Иванович Чернышев. Сливу с поворотом, чтобы синим было долго. Не могу себе представить, как бесился Захар Иванович, какую мину кислую скорчил Фридрих Второй в Берлине, поняв, что граф кажется вообще непотопляем. Вот везет подлецам. Такое сказать, ваше хотя гениальный человек Фридрих, конечно. На следующий год Татлебена послали против конфедератов в Польшу. Он бы, наверное, и там отличился, но иногда и на старуху бывает проруха. Заболел он весною ранней 1773 года и скончался в славном городе Варшаве. Но такой человек, как он, просто так умирать не может. Вы же понимаете, да? Он плюнул, образно говоря, в лицо всем своим немцам. Может, люди ранены, да? Его отпили по православному обряду и похоронили в православной часовне в Варшаве. Он таки их достал. плюнул. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот вам и плащ, и шпага, и даже немного счастливый конец, если считать собственную смерть собственным образом, не через расстрел и повешение. Поздравляю с прекрасным докладом. Я старался. горжусь быть вашим учеником. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, вопросы? По теме рассказан. Ну вот опять это же манство. Ну есть, есть. Это он намекает, что он и по другим темам тоже может. Ну естественно. Разрешите вопрос? Ну не по всем, конечно, другим. Про Камбоджу я не знаю. Да, пожалуйста. Спасибо. Вы сказали, что он прибыв на русскую службу, он стал волонтером. Волонтер это чин, это статус. А при этом ему дали какой-то чин русской армии. Это уже через два года. А кем он был вот эти два года? Волонтером. Просто по статусу. Да, это, понимаете, в чем все дело? Термины меняют свое внутреннее значение. Понимаете, да? Ну, например, куртизан. Это вовсе не куртизанка. Понятно? Это придворный. Понятно? Который очень услужлив по отношению к монарху. Не в сексуальном плане. Понятно? А именно вот в том плане, в котором требуется от придворных. Волонтер. Это сегодня вот, Вася, у нас вода кончилась. Вот. А тогда герцог Делинь, друг императора Иосифа II, австрийского и германского, во вторую Екатеринскую войну был волонтером при штабе Потемкина под Очаковым. Не стыдясь, будучи уже полным генералом австрийской службы. Ну, да. Спасибо. Пожалуйста. Да, вижу, вот милая девушка. Борис Григорьевич. Это не милая девушка. Борис Григорьевич отвернулся. На женщину-то лучше реагирую. Правильно ориентация все еще. У меня вопрос немножко смежный, связанный с войной. А как вы сами сказали то, что на русской службе было очень много немцев. Да, и причем и природных наших, оззейских. Как вообще все эти немцы смотрели на то, что Россия воюет с Пруссией? Легко. То есть они были готовы свои гости... Они присягу кому приносили? Императрице Анне, императрице Елизавете. Судя по Тот Лебену кому попало? Ну, батенька, так у него герб-то, девистов гербе знаете, какой был? Верный на смерть и на жизнь. Такая тонкая ирония. Отсюда считается и фамилия была образована. Фрой от Тот и Лебен. Спасибо. Сдаст тебя. Если бы я рассказывал про графа Тот Лебену, то мы бы сидели здесь до утра. То вы бы вообще не поверили в то, что такое может быть. Французский вельможа, австрийский генерал, ставший турецким пашою трехбунчужным. Да, и обрезание сделал. А что только не сделаешь ради интересной жизни. Да. Скажите, пожалуйста, какое вы имеете отнош... А, ой. Как вы относитесь к графу Тот Лебену? Как вы относитесь к графу Тот Лебену? Ну, это же двухсторонний персонаж, по-моему, потому что он в одно время был и предателем постоянно, он всех предавал и убегал. А со второй стороны он был очень удачлив и был, с какой-то стороны, героем. Понимаешь, как тебя зовут? Глеб. Понимаешь, Глеб, сядь. У тебя еще есть такое преимущество, как и у девушек. Понимаешь, Глеб, во-первых, предательство его не доказали. Его осудили, ну, как бы по совокупности косвенных улик. Понимаешь, да? Вот. И если бы он был предателем, его пустили бы назад в Россию? Нет. Нет, конечно. Вот. Ну, за что его можно действительно, на мой взгляд, осудить? Это, конечно, за его отношение к его женщинам. Вот. Бить родную жену, которая ему родила трех детей, между прочим. Значит, там, влюблять в себя пятнадцатилетних девочек, ну, тогда, правда, законы были помягче, чем сегодня. Мораль была более гуттаперчивая. Вот. А потом еще гулять от нее при данной транжири, знаешь, в Древнем Риме даже было за это ай-яй-яй. Ему сделали бы очень серьезный. А вот то, что вот он такой лихой, настоящий гусар, да, я хотел бы, чтобы вам показали вот этот, последний кадр показывали, где Ханс Альберт его играет. Ну, правда, не его, а в Барон Мюнхгаузен есть замечательный фильм 1943 года. И вот там замечательный немецкий актер Ханс Альберт, как положено настоящему актеру, умерший от алкоголизма, в конце концов. Как ты оказалась в Браунштейге? Я пользовался огромным успехом в Брюсселе, правда, не больно. На подвозках жизни. Сколько раз мы с тебя дрались на дуэлях? Будет один, если ты ко мне заедешь, увы, у меня нет времени. На дуэль на рамках? Или со мной? А? Простудишься. Кучер! Кучер, поехали. Клоднокровная стерва. Там, где у других женщин в сердце, у нее декольте. Согласен? А теперь к принцу. Наконец-то, барон. Быстрее быть не могло, Ваше Высочество. Царица России предложила мне командование полком. Что делать здесь? Поэтому завтра же я выезжаю. Не желаете служить мне капитаном кавалерии, барон? Мне бы хотелось побыть с отцом. Да, конечно. Очень жаль. Кстати, как он? Спасибо, хорошо. Вот что еще. Мне нужна ваша помощь. Я хочу взять с собой Санкт-Петербург даму. Луизу Латур. Вы ее знаете? Знал. Ваше Высочество, эта женщина не для вас. Знаю. У нее отвратительный характер. Но я ее люблю. Я должен ехать в Санкт-Петербург. И она поедет со мной. Спасибо большое, Борис Григорьевич. Рекомендую смотреть хорошее кино расширяет сознание без вредных веществ и прочищает чакры. Спасибо вам, Борис Григорьевич, за замечательный доклад. Ваши чакры прекрасно прочищены. И ориентация правильная. Вот такие историки у нас на цифровой истории. Еще не самые худшие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...